Очередное заявление от Букингемского дворца, и вы не поверите, чьи именно мысли вслух они озвучили. Пока король находится в Дубаях, заботится там о климате и разглагольствует об этом на весь мир, французы, они такие язвы и жучки, что они там понаписюкали, не поверите. Он больше заботится о сохранении климата и совершенно забыл о том, что нужно сохранять и свою семью. Вот как они его подкалывают. О том, что говорил и делал монарх в Дубаях, я буду рассказывать вам чуть позже. А теперь о сохранности семьи. Что заявил Букингемский дворец, что он, король, не намерен более унижать своего младшего сына и его семью. На этом фенита ля комедия. Не ждите никаких шагов позорных, потрясающих весь мир и таких, чтобы принц Гарри чувствовал себя все хуже и хуже. То есть никаких лишений в будущем не будет. Что бы он ни сделал, король будет смотреть на это все свысока и сквозь пальцы. Это он сейчас так говорит. Но как только на весь мир принц Гарри и Меган Маркл объявят, что королева Камила та еще тварь. Я извиняюсь за выражение. Так вот, ну, из песни слов не выкинешь. Так вот, уважаемые зрители, если вернуться к этой мысли, то не будет монарх никогда более при своем правлении унижать своего младшего сына и его семью. Никаких шагов в эту сторону совершаться не будет. Вот так заявление от Букингемского дворца. Интересно, кто это придумал и кто за этим стоит. И действительно, поступит он так или нет. То есть теперь выглядит жестоким Кенсингтонский дворец, а Кларенс Хаус ушел в отрыв. Это они просто не прочитали СПР, вторая часть. Всем огромный привет! Вы смотрите канал Deutsche News. Меня зовут Альбина. А меня зовут Карина. И еще раз всем огромный привет! Мы здесь уже все в сборе. Приехала вся семья, но я продолжаю очень сильно страдать. Вот прям не могу я. Здесь диваны обиты ракушкой. Она такая колючая, невозможно сидеть. Попы страдают. Ну, страдают. Это кошмар, да, Карин? Мы тоже в шоке всех здесь всей семьей. Даже кот не оценил эти диваны и не хочет на них сидеть. Да, кот вообще не оценил. Он также с нами. Возможно, он с вами попрощается. Так что обязательно смотрите до конца. В рамках этого ролика на канале Deutsche News мы вам расскажем новости о наших каналах Amore Royal и Deutsche News. И, конечно же, будет огромное количество новостей из мира королевской семьи и не только британской. Будет горячо, интересно, поэтому досматриваем, ставим лайки, подписываемся. В общем, вы все это и так знаете. И давайте поскорее продолжим. И раз мы заговорили о Сасакских, рассказываю. Меган все опровергла. Кейт хорошая, Король щедрый, письма не писала. Омит, не знаю кто такой, не встречались. Несмотря на то, что некоторые не очень хорошие редиски наши зрители писали мне какие-то гадостные комментарии, что им все-таки надоела эта тема с расизмом, терроризмом и так далее в королевской семье, что она выеденного яйца не стоит и уже несколько лет я им компасирую мозг. Но, кто кому компасирует, десятки статей выходят каждый день и до сих пор. Не будем об этом, не будем, не будем расстраивать тех, кого я уже заблокировала. И я хотела бы отметить, уважаемые зрители, что появился источник, это официальная информация из Монте-Сито, и заявил о том, что Меган Маркл никогда не писала подобных писем. То есть, король не узнавал из писем имена расистов королевской семьи, то есть, свое имя он там не читал. Как вам такое? То есть, взяла вот так запросто и опровергла все то, что мы обсуждали так горячо. Ну, или некоторые из вас со мной это обсуждали так горячо. Не забывайте, что именно в прошлом выпуске, где был обзор книги, да, я вам рассказывала, что в интервью принц Галли уже делал нечто подобное, он сказал, что какой расизм? Зачем вы у меня спрашиваете? Не было никакого расизма, ничего такого не помню. То же самое амнезия произошла и с Меган Маркл. Теперь она отрицает все это. То есть, Кейт, она когда-то говорила о цвете кожи моего сына, не было такого. Кейт это хорошая девушка, которая мне никак не мешает. Представляете? На самом деле, я считаю, это сугубо мое личное мнение, что они, я имею в виду Сасекских, просто хотят, чтобы эта сенсация принадлежала только им. Зачем им подтверждать и таким образом пропагандировать о метаскопе? Зачем им стимулировать его продажи? Конечно же, им это не нужно. Они хотят это оставить у себя в кармане, эту фишку. Да, и возможно, они ее еще разыграют, а возможно, они вдруг ни с того ни с сего прозрели и осознали, что нельзя так продолжать, что это наоборот губит их бренд, бренд Сасекс. Ну, это точно губит их бренд, но когда Гарри, например, заявил, что не было никаких российских замечаний, то тогда практически весь мир от них отвернулся, назвав их лгунишками. И это точно хорошо на их репутации не сказалось. Певица Бейонсе, которая является идолом для Меган Маркл, попала также в скандал российский. Ее мама во всех социальных статьях, а также во всех публикациях распинается и говорит, что нужно предать инквизиции всех тех комментаторов, которые пишут злые комментарии по поводу изменений внешности и новой фотосессии ее дочери. Как выглядела при этом Бейонсе, вы, скорее всего, видите перед собой. У нее также выходит документальный фильм о ней, называется он «Ренессанс». Все подробности на экране, но вы должны знать, что ее обвинили в том, что она покрасила волосы в блонд и что она отбеливает свою кожу и пытается выглядеть белой. А ведь она не белая, а значит, здесь есть российский подтекст. Далеко не будем уходить от мистера Скупидушки. Скупидушка, он же милашка, он залез в коттедж Аделаида и держал свечку над Уэльскими. О чем это я? Побывал в их спальнях и пересчитал. И в своей книжке он рассказывает не только про Меган, не только про Гарри, но и про все спальни Аделаида коттеджа. Они спят вместе, даже не сомневайтесь, другого выхода у них нет. Если честно, я читала и думала, господи, боже мой, о чем этот мужчина, если его можно так назвать? Хотя, навряд ли, да? Я не понимаю, почему он сам еще не попал в российский скандал, уж извините, учитывая то, как он пытается изменить свою внешность. Но тут вы должны знать, что на самом деле газеты рассказывают, что он старается выглядеть моложе. Получается у него или нет, обязательно пишите. Так вот, в своей книге он рассказал о том, что в Аделаида коттедж, куда переехали уэльские, всего четыре спальни, трое детей и принц и принцесса. А значит, не хватает одной спальни, а значит, они спят вместе. Вот такая вот красота. Пожаловаться не на что. А я тут листала газеты и увидела Николь Кидман. Николь Кидман произвела фурор в Боленсиаго, прочитала я. Ну и любопытство это грех, вы, конечно, знаете. Я решила посмотреть, что там за фурор носила Николь Кидман, потому что актриса мне, безусловно, нравится и импонирует. И открыла эти фотографии. Боже мой, зачем я это сделала? Мне кажется, что ноги Николь Кидман и, в общем, сама актриса с Боленсиаго несовместимы. Что думаете вы, как вам фурор и Николь Кидман пишите? До рождественского концерта, где будет блистать вся королевская семья, осталось совсем немного времени. Все это случится 8 декабря. Но, оказывается, в семье Уэльских появился еще один музыкант. Я уверена, что мы с вами с удовольствием посмотрели бы на дебют этого музыканта. Так вот, когда принцесса Уэльская вместе с крон принцессой Викторией и принцем Даниэлем находились в Альберт-Холле, она там пообщалась с одним пианистом, имя вы видите на экране, и рассказала, что принцесса Шарлотта пошла по ее стопам. И она учится играть на фортепиано. И у нее все получается. Девочка оказалась такой же музыкальной, как и мама. Это обсуждают по всему миру. Если честно, Шарлотта такая симпатичная малышка. Думаю, что она еще нас сумеет удивить. Не только музыкальными способностями. Ну, мне так кажется. Мне кажется, лет через 10, я думаю, что да, так и есть, на каком-нибудь рождественском концерте эта прекрасная пара, дуэт Кейт и Шарлотта сыграют нам. И это будет поистине волшебно. Надеюсь, все-таки не через 10 лет, и Карина ошибается. А чуть быстрее. Ну, посмотрим. Да, делаем вставки. Я понимаю, что эта российская история вам надоела, но мне кажется, что вранье Омидас Купидушки и Мегашки в тандеме принимают мировые масштабы. И скоро они точно потерпят катастрофу вместе со всеми нами в купе. Дело в том, что газеты накопали эту историю. Они, оказывается, встретились в Торонто еще в 2015 году. На тот момент она снималась в форс-мажорах, была звездой форс-мажоров и не была еще знакома с принцем Гарри. А вместе со Скупиду они тепло обнимались. И это все он рассказал сам лично. Но теперь, как вы знаете, он утверждает, что не был никогда знаком с Меган Маркл. Ну и Меган Маркл утверждает то же самое. Запомнили. Теперь вы должны знать, что сам лично Омид Скупидушка рассказал о том, что с ним связывалась никто иная, как бывший пресс-секретарь Сасекских Сара Слетта. А она благополучно уволилась. Про нее забываем. Но интересный момент, что когда выходила первая книга Омидас Купидушки в поисках какой-то там свободы и какого-то там счастья для Сасекских, Меган появилась и также утверждала, что они не сливали никакую информацию с Купиду. И даже до суда дошло. Но теперь он тут проговорился и сам не заметил. Ну вот я не знаю, как они это делают. Никакой логики не отслеживают в своих разговорах и сплетнях. Настолько забрались, да, Карина? Например, он утверждает, что Сара Слеттен ему звонила и рассказывала ему о королевских выходах, которые предстоят Сасекским. Это называется не сливала? То есть общались через пресс-секретаря, официально та звонила Омиду Скупидушки, с чего бы это? Нет? И рассказывала про предстоящие помолвки и про то, какую работу проделывают принц Гарри и Меган Маркл. Для чего это нужно было Скупиду, если не излагать это в своих книгах и в своих статьях? Мне кажется, тут другого ответа просто не дано. И вот в какой-то момент зазвонил телефон, про это я немножко рассказывала, и он понял, что это не Сара Слеттен, понимаете? Потому что акцент был другой, и женский голос пропищал. Как вы понимаете, весь этот мой рассказ я для вас подготовила и рассказывает только по одной причине, чтобы употребить это слово, которое сам выбрал Омид Скупидушка. Возможно, это месть, возможно, это что-то иное, но тем не менее, Омид Скупидушка сказал, что телефон, вдруг он поднимает трубку и слышит, как пищит другой женский голос. Это Меган, сказала она. Вот как все рассказывает интересненько Омид. Я хотела бы добавить от себя, что далее она продолжила разговор и сказала, что ей Сара Слеттен рассказала о проблемах, которые испытывает Омид, что его также преследуют из-за Сасакских, что ему угрожает. Эту историю я вам немного рассказывала, но вот теперь его вариант вам решила рассказать. Я вам позвонила, Омид пропищала Меган Маркл, чтобы узнать, как вы себя чувствуете, как ваше самочувствие после всех этих угроз и преследования, говорила ему Меган Маркл. И еще очень интересный момент, то, что Омид Скупиду рассказал, что принц Гарри его полностью игнорировал и никак с ним не контактировал. И номера телефона принца Гарри ему так и не удалось узнать. То есть он общается только с пиар-командой Меган Маркл. Вот кто тут кукловод, как вы понимаете, и кто за этим всем стоит. И именно она ему сама звонила. Но в конечном итоге, повторюсь, они не знакомы. Ну а мы с вами переносимся в королевство Иордания. Там королева ранее посетила больных раком детей, эвакуированных из сектора Газа. Как это было, вы скорее всего видите перед собой. Но женщина остается женщиной в любой ситуации. Возможно, вы также обратите внимание на то, что цвет волос королевы ранее изменился. И появились вот такие интересные светлые прядки около лица. Заметны вам эти изменения или нет? Обязательно пишите. Я сразу обратила на них внимание. В этот момент я хотела бы еще вам рассказать, что и принц Хусейн наследный, также у него было несколько встреч, и постоянно ее супруг король Абдала координирует все действия в стране, связанные с беженцами из сектора Газа. Дорогие друзья, сейчас я буду рассказывать вам про короля Чарльза, который находится на 28-м климатическом саммите в Дубае. Но мне во все мешают. Дети во дворе взрывают бомбочки, но давайте, скажем так, это придает некой стримке нашему выпуску. Итак, несмотря на то, что абсолютно все СМИ похвалили Чарльза за его страстные речи, за то, что он призвал всех немедленно изменить этот мир к лучшему, заботиться о нем больше, лучше и вообще, давайте подумаем о наших внуках, которые скажут нам потом спасибо и удивятся, что мы приложили так мало усилий для того, чтобы изменить климат к лучшему. Конечно же... Внуки как раз взрывают все в черте. Да, конечно же, вспомнили внуков самого Чарльза и сказали, что безусловно они пойдут по его стопам и скажут огромное спасибо дедушке за то, что он так боролся за их будущее. Но на самом деле это все неинтересно. Давайте-ка вы обратите внимание на галстук, который носил король. Этот галстук непростой. Он стал причиной огромного раздора и скандала. Дело в том, что буквально за несколько дней до этого Риша Сунак отправил, так сказать, ко всем чертям пример министра Греции. У них должна была состояться встреча. И Сунак не придумал ничего лучше, чем отменить эту встречу буквально за час до ее начала. Представляете, какая наглость. И все потому, что Греция такая-сякая позволила себе требовать чего-то там у британцев. А что она требует? Требует назад вернуть скульптуры мраморные из Парфенона. Они хотят, чтобы те скульптуры, которые незаконными методами были вывезены из Греции еще в 19 веке вернулись в музеи. Казалось бы, что тут такого? Но Риша Сунак сказал, ничего мы вам не вернем и вообще давай до свидания. И тут видите, как российская поп-музыка вдруг пригодилась в рассказе о королевской семье. Да. Давай до свидания. Да. Именно так. И тут король Чарльз заявился на этот саммит. Он, кстати, встречался с тем самым Риша Сунаком и блестел, так сказать, сиял перед его взором своим галстуком. Я думаю, что у Риша Сунак отдергался глаз, так как он прекрасно понимает, что все не просто так. Кстати, у этих двоих не очень хорошие взаимоотношения, особенно, когда речь доходит до всяких саммитов. Давайте продолжать. Как только Риша Сунак выкатился из этого места, его встретили журналисты, которые спросили думать о том, что король Чарльз вздумал надеть именно этот галстук. Риша Сунак заявил, что он не собирается отвечать на эти вопросики. Оставьте-ка вы их себе. Ну, наглец. А что еще интересного вы должны знать о саммите? Король призывал всех и вся прямо сейчас бросить свои дела, бросить бизнес, бросить свои деньги, своих детей и всех остальных и кинуться на защиту планеты. В чем мать родила? Сделать все для того, чтобы сохранить экологию планеты. Я ни в коем случае не высмеиваю, но речи монарха были в реальности пламенными. Этакая Грета Тунберг или Бумберг, как она там в костюмчике. Не от Армани, правда, не знаю, что за бренд он носил, но тем не менее, интересный момент. Еще вы должны знать, что конфликт между Риша Сунаком и монархом начался еще в прошлом году, когда тот запретил ему лететь и выступать в Каиле в Египте на этом же саммите, но в прошлогоднем слете. Еще вы должны знать, что британские и мировые СМИ обсуждают всех этих британских чиновников и монархов как лучших любителей климата и экологии. Дело в том, что, забыв Камилку дома, монарх отправился на своем частном самолете в Дубай с коронками. Он вам прекрасно знаком, ну а Риша Сунак отправился на другом частном самолете также в Дубай. Ну, здесь можно понять, это представитель правительства, это монарх, то, что разные самолеты я вполне поддерживаю, но тут все испортил Дэвид Кэмерон, который получил должность министра иностранных дел, он также отправился в Дубай на еще одном частном самолете и здесь все вскипело и все решили написать о том, что британцы только-только могут говорить, но на самом деле сами опровергают все те вещи, которые предлагают сделать другим. Только что Карина вам рассказала про внуков, что он предлагает спасти планету для будущего поколения и я вспомнила как раз Лилибет и Арчи Харрисона и их отца принца Гарри, которого постоянно обвиняли в лицемерии, потому что на все эти экологические формы и все эти слеты и саммиты он также посещал с помощью частных самолетов, усаживался, оставлял свой экологический след и был на этом таков. Не пешком, не босиком, не даже не на ковре самолете, а на частном самолете. Фух, какой никодяй, такой же, как его отец. Неожиданно для всех мы с вами переносимся в Данию. Королева Маргрета собрала всех своих детей, Рождество, Волшебство, Новый Год и Иохим со своей семьей прилетел в Копенгаген. Как это было и как это будет происходить мы вам в обязательном порядке будем рассказывать. Напоминаю для тех, кто вдруг забыл, что Иохим работает сейчас в США, в Вашингтоне и живет там со своей семьей. И назначение он это получил 1 сентября. Ну а сейчас в рамках этого скандала я хочу вам рассказать о несправедливейшем брачном контракте, который есть в датской королевской семье и который был злонамеренно, наверное, они прекрасно знали привычки кронпринца Фридерика, был изменен спустя 2 года. Я вам уже рассказывала, не буду повторяться, как они полюбили друг друга, как они поженились и нарожали детей. Я про Фредерика и Мэри. Все вы знаете про этот скандал с этой Казановой, Испания со своими вдруг расследованиями испортила жизнь в датском королевстве и всю сказку также нарушила. Но скорее всего большинство из вас не знает, что сначала был заключен брачный контракт между Мэри и Фредериком и если они разведутся, она получала единовременное пособие и получала вилу в подарок, где она может проживать. Но ровно через два года этот контракт был изменен и не в пользу австралийки, как вы понимаете, Мэри осталась ни с чем. И сейчас, уважаемые зрительницы, что вы думаете о том, внимание, что она после изменения брачного контракта с принцем Фредериком осталась без кола, без двора, говоря простым русским языком, она не получит никаких денег, никаких пособий, никаких единовременных выплат, ежемесячных выплат. Более того, ей откажут даже в жилье, то есть жилье специально для нее приобретать не будут, это убрали из брачного контракта и после развода крон принцесса Мэри, если откажется от датской королевской семьи, ей закроют доступ к ее собственным детям, то есть запретят ей общаться с ними. Вот такой жестокий абьюзерский брачный контракт сумели составить в современное время в датском королевстве. Как он вам? Обязательно пишите. Я уверена, что вы должны понимать, что крон принцесса Мэри реальная узница татской королевской семьи. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. И она останется буквально ни с чем. Еще бы ей не молчать, а принцу Фредерику не продолжать ездить на охоту. Скорее всего, большинство из наших любимых зрителей ждали и вот наконец дождались Альберт Холм и переносимся в Лондон. Двойное свидание, про которое мы вам рассказывали. Мы его ждали и, конечно же, покажем во всей красе все самые красивые фотографии, все видео, которые существуют эксклюзивно на наших каналах с нашим обзором, тем более дабл выпуски. И я хотела бы начать с неожиданного момента. Рассказать вам про крон принцессу Викторию. Дело в том, что многие-многие интернет-пользователи размышляют на тему того, почему она так часто собирает свои волосы. Возможно, у нее какая-то нетерпимость или какая-то еще причина, чуть ли не болезнь из-за волос и из-за того, что она ненавидит свои волосы. Нет, нет, еще раз, нет причина простая. Крон принцесса Виктория человек практичный, дальновидный, современный. Она не хочет тратить огромное количество времени на то, чтобы подготовиться к мероприятию. Мероприятий в шведской королевской семье крайне много. Виктория и Даниэль очень часто появляются практически каждый день, а может быть, да, и несколько раз за день. Поэтому Виктория подготавливается ко всем этим выходам почти всем, кроме вечерних, самостоятельно. и она привыкла собирать свои волосы и макияж она также наносит себе сама. Вот как мы. Как Меган. А, да, как Меган. Сказано. Зачем ты ее вспомнил? Так вот, вот почему у крон принцессы Виктории почти всегда собраны волосы. А теперь Карина с некоторой информацией официальной для вас. Как все было? Да, прежде всего вы должны знать, что это мероприятие, этот концерт в Королевском Альберт Холле проходит каждый год и это сделано для того, чтобы собрать денежки для людей, которые ранее работали в индустрии развлечений, были актерами, актрисами, певцами, певицами. Ну, вы понимаете, сейчас по каким-либо причинам они не могут работать, поэтому специально для этих людей каждый год собирают денежки. И хедлайнером этого концерта была легендарная Шер. Да, Шер мы с вами также немножко обсуждали и скорее всего 99% наших зрителей уже успели рассмотреть во всех подробностях платья, которые носили принцесса Уэйская Кэтрин и крон принцесса Виктория и конечно как замечательно выглядели принц Даниэль и принц Уэйский Уильям. Скорее всего мы попросим вас высказываться, что вы думаете о том, какие именно образы они выбрали, ну а мы вам расскажем не только наше с Кариной личное видение того, что произошло в Альберт Холле, но и я хочу вам рассказать, и это важно, обратите пожалуйста ваше внимание, как СМИ и интернет-пользователи посмотрели на выбор принцесс. То, что принцесса Виктория выбрала черный образ и волосатое платье, меня лично поразило до глубины души, как и многих. На мой взгляд, это такая отсылка к истории страны. Предводительница викингов с таким откровенным декольте, смело и дерзкая королевская принцесса Виктория в сопровождении красивейшего принца Даниэля появились перед Альберт Холлом. Мне очень понравился вот этот посыл, который исходил от крон принцессы Виктории. Мне кажется, викинги точно хотели бы завоевать, если бы у них была такая возможность, Альберт Холл вновь, как говорится, посидеть на троне британском. Виктория, по-моему, выглядела вызывающе, да, Карина? Да, ну, мне кажется, что они и не должны были выглядеть одинаково. Я про Кей и Викторию, и, конечно же, принцесса Виктория догадывалась, как именно оденется принцесса Уэльская, именно поэтому она решила всех, так сказать, поставить в тупик своим выборам. Ну, Карина, хотела сказать, что они точно разговаривали, общались и знали, кто что будет носить. Возможно, это были их стилисты, но тем не менее. Еще, пожалуйста, обратите внимание, как по-разному отнеслись принцессы к выбору аксессуаров. Кстати, браслет принцесс Уэльской Кэтли до сих пор не опознан. Неужели это один из подарков принца Уэльского? Как считаешь, Карин, может быть, он красивейший? Между прочим, в социальных сетях истерика по этому поводу. Люди всерьез по ночам не спят, по ночам они ищут, но не могут найти. Да, интересно, может, это авторское ювелирное изделие специально для принцессы? Может же такое быть? Так вот, вернемся к принцессе Виктории, которая выбрала вот такие современные урбанистические украшения. И серьги, и вы видите, какое колье, минималистично, все это подчеркнуло современность Виктории, на мой взгляд, и совершенно не совпадало ни в одной нотке с принцессой Уэйской Кэтрин, которая выглядела как скорее принцесса Диснея. Да, ну и конечно же, то, что она носила сережки, это бижутерия, написали абсолютно все, они сказали, что она всех шокировала, как она могла выбрать бижутерию, да вот так могла и носила, демонстрировала. Да, и еще очень интересный момент, что Камила бы ее казнила, если бы могла за бижутерию, но не могла, не могла, не могла, а теперь я хочу обратить ваше внимание на то, как распускал свои руки принц Уэйски. Заметили это? Что-то он так прям присосался к этой Виктории, извините меня за подробности, но слава Богу, слава Богу, Даниэль был сдержанным и руки не распускал. Еще, наверное, вы скорее всего ждете от нас обзор того, что происходило в эти два дня визита и что происходило в Виндзорском замке. Давайте мы это обсудим завтра, ну уж очень затягивается выпуск, а мы не хотели говорить только про Уэйски и Викторию с Даниэлем. Ну ничего, завтра ждите все подробности. А теперь главный скандал этого вечера. Давай, рассказывай, кто расскажет? Давай ты. Ой, ну конечно же, вы же понимаете, что это событие произошло как раз в тот момент, когда все обсуждали эту скандальную ситуацию с Нидерландами, с вот этой вот мешаниной, которая произошла с именами и не успели Уэйски вышагнуть из машины, как вездесущие британские журналисты, которые хамы, да, всегда стараются подколоть этих самых Уэйски, они начали орать во всю глотку. Что вы думаете, ваше высочество, о книжке о Метаскобе? Что вы можете сказать по поводу того, что было написано в нидерландской версии книги о Метаскобе? Расистка ты или нет, Кейт, отличая, да? И, конечно же, никто не ответил. Это я забегаю вперед, улыбка была натянута, феноменальная, невозможно было бы сказать ни по Кейт, ни по Уильяму, что их хоть немного покоробило этой ситуации, но, тем не менее, абсолютно все СМИ пишут о том, что журналисты были не сдержаны, они кричали, выспрашивая, что они думают, то им никто не ответил. Да, пусть об этом говорят и пишут, но я лично заметила, что Уилл, опять же, был учтив, подавал руку, придерживал принцессу, касался ее со всех сторон, не только с Викторией он руки распускал и выглядел счастливым, что рядом с ним такая красавица. И кто бы что не говорил про Кейт и Уильяма, про то, что между ними действительно может твориться что-то плохое, не все гладко в паре, я ничего подобного не вижу. Но вот когда она готова для красной ковровой дорожки, он особенно, вот не может он перед ней устоять, вот в таких платьях, ему, видимо, все это очень нравится, вот посмотрите, она как статуэтка, это моя жена, моя жена. Помните, еще во Франции, как эти два дурака стояли с плакатами, да? Бросай его, выходи за меня замуж, тоже геоженники. Боже мой, да, помните, мы вам рассказывали? А между прочим, дельный совет, одни проблемы от этих мужчин из королевской семьи. Красота Кэтрин все больше и больше раздражает поклонников Марклуши и саму Марклушу. Сними парикки, твои волосы безобразны, тебе нужно было собрать свою беспорядочную прическу, убери все эти наклеенные трессы и так далее, и тому подобное. Вот такие гадостные вещи умеют писать в промеганских СМИ. Сама Маркл, оказывается, обладает феноменальной шевелюрой, это при том, что она всю жизнь выпрямляет свои афроамериканские волосы, или как это правильно сказать, я думал, что большинство из вас понимают, о чем я. Принцесса Кэтрин от природы имеет красивые волосы, это вызывает огромную зависть и постоянные разговоры. Я когда читала все эти публикации, действительно, многие написали, что ей нужно было собрать волосы к этому платью. Как вы считаете, обязательно пишите. И еще, это платье Мести, она выглядела как голливудская злодейка. У нее был очень яркий, гламурный макияж. Весь вид Кэтрин показывал, что она пришла в Альберт Холл не просто так, а пришла мстить всем злопыхателям. Что вы, кстати, об этом думаете? Выглядит ли она как голливудская злодейка? Видите ли вы где-нибудь платье Мести? Оно полностью закрыто, это платье. Цвет, кстати, особенный, называется Посидон. И этот бренд, боже, сколько вони, сколько вони, по-другому это никак не описать. Она повторилась за Меган Маркл. Меган Маркл не может пережить, что она постоянно ворует ее идеи, ее бренды. То же самое происходило с Эрдем, вы помните все эти разговоры. Но, самое главное, что я хочу сказать от себя, на Меган Маркл все эти платья трескались и сидели так же некорректно. Все картинки вы видите перед собой. У Кэтринжи платье провисало, и я не могу сказать, это мое личное мнение, можете кидаться тапками, что это мой любимый образ. Мне непонятно, зачем нужно было выбирать именно это платье, если оно так провисает, но в некоторых моментах на видео это прекрасно видно, платье сидело безупречно, вот безупречно, вот есть в нем что-то, вот она прям в нем как статуэтка. Что касается вот этих разговоров про плечи принцессы Уэльской, она занималась греблей, вы понимаете, что это такое? И фигура у нее спортивная, так что от этого видимо и плясали. Как и обещала, хочу рассказать свое личное мнение по образу Кэтрин, который она носила в Альберт Хоу. Насчет оттенка полное попадание в шведский флаг. Вы скорее всего для примера видите картинку на экране, прям в точку. Что касается того, что именно стилисты принцессы Уэльской Кэтрин и сама она не имеет совести и постоянно повторяет за Меган Маркл. Хочу вам открыть секрет, возможно вы забыли, но все эти королевы, все эти принцессы вот буквально друг за дружкой повторяют сегодня одна в этой юбке, завтра вторая в этой юбке, сегодня это носит украшение от какого-нибудь бренда, завтра вторая появляется с этими же украшениями. И вот эти повторы, ну буквально они на каждом шагу. Просто в рамках роликов мы, например, не можем вам показать все и сразу. Поэтому создается такое расплывчатое мнение, что повторюшками являются только Меган Маркл и принцесса Уэльская Кэтрин. А это совершенно не так. Что касается длины платья, мне показалось, что длина вполне себе презентабельная. Обувь подобрали Джан Вито Росси в цвет. Это обувь из шкафа Кэтрин. Мы ее множество раз видели. Она носила его с платьем от Эмилии Викстед. У нас даже видео мы вам как-то показывали. Его сейчас скорее всего не найдем. Теперь, что касается именно рукавов и того, как подбирался этот образ. Я заметила, что после того, как ушла из бренда Александр Макуин Сара Бертон, ее образ кардинально изменился. Бренды, которые она носит, также постепенно меняются, вводятся. Новые бренды Макуин отсутствуют полностью. Скорее всего, новые вещи от этого бренда мы вскоре не увидим. Она будет носить только то, что есть от Сары Бертон в ее шкафу, что очень даже интересный момент, показывающий, насколько принцесса была скоординирована в работе с Сарой лично. И теперь вот эти вот все якобы новшества. Вспомним самый гламурный и самый красивый выход принцессы Уэльской. На примеру, Джеймса Бонда. Помните, еще тогда королева Камила и король также были с ними. Она носила вот этот свой золотой образ. Разве не похоже? Недавно она также появлялась, тоже рукава были в виде кейпа. Так что уникальность момента, что это носила только Меган, здесь просто выдумано и высосано из пальца. Что же касается того, что фигура и платье, вот эти узкие футляры, они к друг другу, ну, скажем так, мало клеятся. Она очень стройная, и как это изменить? Именно за счет этого она и так хороша, ей идет быть стройной, у нее прекрасно при этом выглядит лицо. Кстати, все те недоброжелатели и зрители, которые мне постоянно писюкают о том, что я люблю делать себе румяна. Обратите внимание, какие яркие румяна и какой яркий макияж. Похож, кстати, на один из моих любимых. Согласны вы с этим или нет, обязательно пишите, конечно, вы напишите гадости, но никто не надеялся на что-либо другое. Возвращаясь к этому моменту с платьем, я считаю, что надеяться на то, что все-все-все образы, которые выбирают стилисты для принцессы, будут идеально на ней сидеть, от человека есть какие-то моментики, которые нужно иногда закрывать глаза, пропускать, упускать и так далее. Мне образ в принципе понравился, я считаю, было неплохо, но могло быть лучше. Могло, да, могло, а может и не могло. Как вы понимаете, Карина сбежала, чтобы не обсуждать образ принцессы Уэйской и не получать в комментариях на орехи, а я, как всегда, получу. Не буду дальше обсуждать, вдруг действительно скажу или сполкну что-нибудь лишнее, вам не понравится, ну и вы забудете поставить лайк, как это обычно бывает, а я проделала такую огромную работу. Возвращаясь в Альберт Хо, хочу отметить, что когда они появились на своих местах, все рукоплескали, за кулиси очень красивые кадры, как они общаются, как они улыбаются, и здесь уже платье выглядит феноменально, великолепно, она настоящая королевская принцесса в этом, все уместно, все красиво, когда такой свет, театральный, ну очень, очень красивые кадры получились у уэльских, и принц, повторюсь, который раз сиял рядом со своей любимой принцессой. Друзья, дорогие наши зрители, почему вы такие скучные и до сих пор не подписаны на наш телеграм-канал? Ведь мы так стараемся, и в конце концов, вы разве не знаете, что если вы подпишетесь на телеграм-канал, то мы с вами тоже не потеряемся, а еще подписчики телеграм-канала узнают первыми все новости, не только про роял-тему, но и про нас, что интересненького вас ожидает, так что подписывайтесь, ссылочку всегда оставляю в описании под этим видео. Да, уважаемые зрители, не теряйте нас, и вот, например, подпишитесь сегодня, и вы увидите, за каким апельсиновым деревом мы гонялись вдвоем, и никак не могли красиво его для вас отснять и преподнести, потому что оно было волшебное. И очень даже интересный момент, что именно подписчики телеграм-канала и социальных сетей будут узнавать про розыгрыши первыми, а значит, будут вооружены. И еще, только те, кто подписан на наш телеграм-канал, могут участвовать в этих розыгрышах. Вот такие вот мы. На этом все, выпуск подошел к концу, с вами была Карина, и с вами была Альбина. как будто вы не знали. Ну, а вдруг мы забыли. А вдруг мы перепутали. Так, это шутка уже избитая. Я с вами соглашусь, соглашусь. Пока-пока. Желаем вам всего самого наилучшего. Приятного вечера. Субтитры сделал DimaTorzok